Привет! Меня зовут Анастасия, и в этом видео я буду открывать посылочки, которые мне пришли за последнее время. Так что, если вы так же, как и я, любите открывать новые пакетики с ногтевыми сокровищами и заодно посмотреть, какие материалы я буду пробовать в ближайшее время, это будет вам интересно. Продолжайте смотреть! Первое это бриллиант. Это машинка Бриллиант Б100 от завода Сайшин в Южной Корее. Они же делают всем известные аппараты Стронг. Когда смотришь на вот этот предмет, то, если честно, я бы вообще не додумалась никогда, что это машинка. Выглядит как какая-то космическая игрушка или кнопка. Здесь, кстати, переключается скорость. Скорость, насколько я поняла, она бывает белого и черного цвета. Я решила выбрать белую, как более практичную, потому что на черном точно будет видна вся пыль. Ручка, посмотрите, вот моя ладонь и вот ручка. Она просто крохотная, если честно, выглядит как вообще какая-то игрушка. Но производитель говорит, что это одна из самых легких, при этом мощных ручек в мире. Она весит всего 100 с небольшим грамм. В общем, посмотрим, действительно ли она такая классная и мощная. Но на вид мне лично нравится, как она выглядит. Занимает, кстати, совсем немного места. Следующая посылка это Аэропуфинг. И да, это уже не новинка, но для меня это что-то новое. И вы знаете, я так и не попробовала его ни разу до сих пор. Да, я пробовала уже что-то подобное пробовать спонжами. Но говорят, что вот именно система от Аэропуфинг, она гораздо лучше. Она не сравнится. Смотрите, все в таком мятном стиле оформлено. Конвертик давайте попозже посмотрим. Только на Илар, только в нашем салоне. Это вот такие рекламные наклейки, которые, я думаю, можно на свое рабочее место. Всякие инструкции, инструкции. И вот оно само. Смотрите, значит, здесь получается 12 оттенков самой гель-пасты для Аэропуфинга. И 12 вот таких насадок для спонжа. Две палки. Жидкая лента. Это чтобы защищать кутикулу от дизайна. Матовый топ. И без липкого слоя верхнее покрытие. Давайте посмотрим, что находится вот в этом маленьком конвертике. Так, здесь вот такая металлическая палитра. Тоже с логотипом Аэропуфинг. И различные трафареты, сердечки. Кстати, трафареты отличаются от тех, которые у меня уже есть для аэрографии. Они прозрачные, сделаны из клеенки. Я думаю, что их будет очень легко очищать именно от гель-пасты. Потому что трафареты для аэрографа, они более тонкие. Они рассчитаны на применение краски. И это было еще не все связанное с Аэропуфингом. Та-дам! Вот еще вот такая лампа. 36 ватт. Мультилампа диодная. Специальная лампа, я так поняла, для полимеризации Аэропуфинга. Ух ты! Такая она, как шарик. Аэропуфинг. Вот здесь этот мягкий логотип. 36 ватт. 12 вольт. Следующее это IBD Control Gel. Вот такой вот гель, акригель, точнее, в тюбиках. Здесь три цвета. Прозрачный, натуральный и интенсивный белый. И если с прозрачным и белым более-менее понятно, то вот с натуральным, конечно, интересно посмотреть. Это такой, знаете, бежево-полупрозрачный, судя по всему, будет оттенок. Также к нему идет жидкость Control Solution. Смотрите, какой у него интересный, приятный, такой прозрачно-голубенький цвет. И также идет дегидратор и праймер, судя по всему, бескислотный. Топ, закрепитель. Пилка. Шпатель и кисть. Кисть, кстати, по-моему, такая же, как для гелевой технологии IBD. Квадратная, натуральная. Этот материал я однозначно буду пробовать и тестировать. И обязательно расскажу вам мое мнение о нем. Далее коробка от Revel Nail. Это американская компания, которая специализируется на дип-системах. То есть системах клей-пудры. У них просто, по-моему, 200 с чем-то оттенков. То есть огромное количество вот этих пудр. У меня несколько цветов. И также стандартный набор для дип-системы. А именно база, закрепитель, активатор и верхнее покрытие. Единственное, что мне кажется странным, смотрите, и база, и верхнее покрытие в прозрачных упаковках. И, насколько я знаю, они все-таки подвержены быстрому застыванию, если флакон является прозрачным. Поэтому буду, конечно, их старательно прятать от солнца. Из оттенков есть блестящий. Вот такой красивый, серебряный и розовый с голубым отливом. Есть просто розовый, серый. Кстати, я обожаю матовый серый цвет. Далеко не везде он есть. Такой бежевый нюд. И стандартные цвета. Белый для френча, прозрачный и полупрозрачно-розовый. Далее маленькая, но очень значимая для меня посылка от Born Pretty. Потому что я хорошо помню, это было, наверное, лет 5 назад. Я была мастером уже, я преподавала. Но у меня не было и своего ни канала, ни блога, еще ничего. И я была подписана на одну девушку. Она просто ухаживает за своими ногтями, делает дизайн. И вот она часто выкладывала какие-то дизайны. И писала, что вот эта продукция от Born Pretty. И я стала пользоваться ее кодом на скидку, заказывать в этом магазине. Потому что это один из самых больших магазинов по нейл-арту. И потом уже, когда стала вести свой канал, я подумала, как здорово, если можно было бы с ними работать. Но как-то самой написать, предложить, сделать обзор. Мне, не знаю, я не решалась. Было неудобно. И потом, через какое-то время, представляете, мне на почту прямо приходит письмо, что мы предлагаем вам сотрудничество с компанией Born Pretty. Так что у меня есть такой вот стемпер. Вот у них два лака для стемпинга, которые меняют цвет в зависимости от температуры. И плитка, которая мне очень понравилась, с такими необычными рисунками. То есть это как полосковый код в виде каких-то причудливых рисунков и фигур. Будем тестировать. Далее у меня целых четыре коллекции цветных акрилов от фирмы Валентина. Я уже вам показывала не раз с этим акрилом работы, с камуфляжем, с прозрачным. А вот до цветных я все еще не дошла. Поэтому надо бы это сделать. Скорее есть коллекция таких ярких неоновых цветов. Коллекция металлическая, где присутствуют металлики. Кстати, очень красивые здесь золото, серебро, бронзовый. Пастельная коллекция, где все цвета такие нежные, приглушенные. Пастельный голубой, пастельный бежевый, желтый, зеленый. В общем, для спокойных дизайнов. И основные цвета желтый, зеленый, синий. Это то, что мастеру обязательно всегда нужно. Базовая коллекция для различных дизайнов. Черный, кстати, тоже очень интересно попробовать. Насколько этот цвет будет плотный и удобный для дизайна. Долгожданная новинка от Джелиш. Гель-краски, которые идут вот в таких коробочках. Сейчас, по-моему, там уже 12 цветов. У меня пока что только 4. Есть белый, зеленый, синий и красный. Белый я уже попробовала. Мне очень нравится. Но, если честно, я предпочитаю гель-краски в тюбиках. Поэтому я, когда увидела, что они выпустили в банки, немного расстроилась. Но вы знаете, эта банка действительно не течет при транспортировке. Для меня это просто прям целая боль. То есть я их запаковала каждый в отдельный пакет. Но ни одна не протекла. И, кстати, коробка действительно достаточно удобная. То есть ты просто туда кунаешь кисть. И есть такая площадочка, где можно чуть-чуть размешивать кисть. То есть получается палитра отдельная даже не нужна при работе с этими гель-красками. Несколько оттенков Джелиш Дип. Я уже делала на канале обзор на эту систему. Это та же система клей-пудра. И у Джелиш огромное количество цветов. Но вот есть новенький, как раз для нового года. Такая золотисто-бронзовая. Коричневая тоже с блеском. Темно-коричневая и голубая. Надо будет попробовать коричневую. Кстати, я уже немного пробовала на тренинге. Цвет действительно очень плотный. Но при использовании вот таких темных цветов гель-пудры лучше делать сначала основу из прозрачной. Новые оттенки от Джелиш гель-лаков. Здесь есть самые разные цвета. Как яркие и неоновые, так и более спокойные и темные. Любому мастеру гель-лаки никогда не будут лишними. Абсолютно любых оттенков. Мне нравится вот эта новая упаковка. Потому что, мне кажется, она как-то выглядит по-современному. И вот здесь цвет теперь тоже виден. Не только в этом окошке. Поэтому, когда этот флакон стоит на полке, вы можете сразу идентифицировать, какого он цвета. Ну, я думаю, эта коллекция заслуживает отдельного обзора. Подробнее рассмотреть все цвета. Насколько они плотные, укрывистые. И мне также нравится их новая кисть. Она имеет такую полукруглую форму. Что вот эту линию кутикулы достаточно удобно сразу делать ровной. Единственное неудобство есть, если у клиента слишком маленькие ногти. Вот прям малюсенькие. И вот на мизинце, конечно, с такой кистью сложновато. Пару новинок от Джены. Вот здесь, к счастью, на русском написано. Увлажняющий лосьон для рук и ног. И, судя по картинке, я помню, мне уже рассказывали, что она имеет такую пенную структуру. И также отшелушивающая пенка для маникюра и педикюра. То есть, это такие уходовые штучки. Педикюром я не занимаюсь. Поэтому, скорее всего, просто буду тестировать на себе. В данном случае уже как такой обычный настоящий клиент. Следующая посылка от Golden Hands. Это перчатки. Как и для любого мастера, перчатки это всегда сложный выбор. Я предпочитаю нитриловые. Поэтому мне прислали три вида на выбор. И вот одни мне показались очень интересными. Смотрите, они такие черные. И у них, и с одной, и с другой стороны есть рифление. То есть, вот одеваешь их, и как будто ты прям человек-паук. Можешь плотно цепляться. Здесь подробные инструкции, рассказ о том, как они работают, как создают барьер, впитывают воду, мочевину и выводимые соли, которые вызывают раздражение и увлажняют. В общем, есть три разных вида перчаток. И я тоже их обязательно попробую и расскажу вам свое мнение. Последняя посылка от Stalix. У нас здесь инструкция. Кстати, интересный формат каталога такой. Кузенький. Основа металлическая для пилки, кстати. Моя любимая форма полумесяц. И это, я так полагаю, насадки для нее. Да, есть шлифовщики 240 грит. И сами пилки тоже 180 грит для металлической основы. И вот такие кусачки. Expert 72. Думаю, их надо будет поточить, но выглядят вполне неплохо. Если вы работали этим инструментом, напишите, что вы думаете. Вот и все материалы, которые я получила за последнее время. Напишите, если вы уже пробовали что-то из этого. Может, стоит на что-то особенно обратить внимание. И обязательно поделитесь, что из этого вам интереснее всего. В первую очередь, хотелось бы посмотреть на моем обзоре. Спасибо, что смотрели мое видео. Напишите, интересен ли вам, в принципе, вот такой формат видео. Что из этих материалов вы уже пробовали. Что из этого вам интереснее всего посмотреть на моем обзоре в первую очередь. И если вы первый раз смотрите мой канал, то не забывайте подписываться. Потому что новые видео с мастер-классами и советами выходят каждую неделю. Спасибо и до встречи в новых видео. Пока-пока. Продолжение следует...